Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы «Структурные изменения в российской экономике и роль малого и среднего бизнеса в данном процессе». С нашими сегодняшними гостями мы пытаемся понять, какие первоочередные меры в области экономической, социальной, структурной, промышленной политики необходимо предпринять, чтобы остановить кризисный спад в российской экономике и заняться модернизацией инновациями не на словах, а на деле. Почему? Чем больше российские чиновники рассуждают о поддержке малого и среднего бизнеса, тем меньше становится в России инициативных людей и предпринимателей. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос, сможет ли исключительно частный сектор и малый и средний бизнес вытянуть российскую экономику из сырьевой зависимости и из кризиса, или же необходима вменяемая, адекватная, стимулирующая контрциклическая политика государства. Сегодня в нашей студии. Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Корчеву Евгений Анатольевич, директор Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш». Колташов Василий Георгиевич, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И Грачев Иван Дмитриевич, председатель комитета Госдумы по энергетике, фракция «Справедливая Россия», доктор экономических наук. В последнее время на всех уровнях и на уровне премьер-министра и президента страны только и разговоров про раскрепощение субъектов малого предпринимательства. Это чуть ли не главная инициатива наших властей. Вот давайте повысим какие-то пороги по выручке, по занятости, чтобы относить предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса. Дадим какие-то налоговые льготы. Вот с вашей точки зрения, вот эта ставка исключительно на малый и средний бизнес сегодня, она оправдана или не оправдана? Андрей Иванович, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, поддержка малого и среднего бизнеса, безусловно, необходима. Это практика всех развитых стран, потому что малый и средний бизнес создает в рыночной экономике необходимую конкурентную среду. Малый и средний бизнес обеспечивает значительную часть занятости в экономике. В то же самое время, возможности малого и среднего бизнеса по привлечению капиталов ограничены, и поэтому он требует государственной поддержки. Везде существует целая система мер по поддержке малого и среднего бизнеса, и нам в этом смысле вряд ли надо становиться исключением. Но сказать, что малый и средний бизнес – это такой главный Архимедов рычаг, который позволит нам перевернуть ситуацию, так бы я смотреть на вопрос не стал. Потому что малый и средний бизнес не может обеспечить того, что нам сейчас необходимо – значительной концентрацией капитальных вложений для достижения существенных структурных сдвигов в экономике. Вот этого он сделать, к сожалению, не может. То есть изменить структуру экономики, вот эту сырьевую, однобокую, с голландским заболеванием хроническим он будет не способен? Да, только малый и средний бизнес эту проблему не потянет. То есть государство должно присутствовать все-таки? И государство, и крупные корпорации. Иван Дмитриевич, вот вы, насколько мне известно, в том числе и долгие годы занимались продвижением интересов, отстаиванием интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот с вашей точки зрения сегодня, почему государство только и говорит о том, и сводит всю антикризисную программу, либо к спасению госбанков, госмонополий, либо вот давайте пускай малый и средний бизнес сам чего-нибудь здесь в России сотворит, построит экономическое чудо, как в Америке в силиконовой одарении. Понятно. Как председатель движения развития предпринимательства, я достаточно хорошо представляю, чего, собственно, сами они требуют. И вот быстро выяснится, что ничего подобного им в программе не предлагается. Ни в антикризисной, ни в обычной программе прошлого года. Потому что по факту им увеличили налоги. Первый через торговую пошлину, дальше через недвижимость, поскольку от рыночной стоимости недвижимости это раз в 5-10 увеличение налогов. Дальше никаких денег серьезных в антикризисной программе малым предпринимателям не предполагают давать. То есть там 2 плюс 3 миллиарда. Но если сравнить, то банкам собирается более полутора триллионов дать. Это отдельно мы поговорим. Но на самом деле никаких реальных мер поддержки малого предпринимательства не было ни в прошлом году, не предполагаются они и в программе. При том, что действительно желательно было вот сейчас кризис и как следует поддержать. Прежде всего это отмена глупых решений. Надо отменить вот этот самый социальный налог, который увеличили существенно, не увеличив богатым. То есть мы же на дивиденды не увеличили налоги, на другие вещи не увеличили, а малым предпринимателям взяли в 3 раза увеличили. В 5-10 раз на недвижимость увеличили. Дальше решением о этих самых капитальных строениях ликвидировали малые торговые предприятия по сути по стране. Ну и так далее. А в части роли их, они в кризис важны тем, что они быстро могут разворачивать рабочие места. Ну грубо говоря, капиталоемкость создания рабочего места, она в 10 раз меньше, чем на крупных предприятиях. Возникает ощущение, так может быть государство потому якобы на словах и вспомнило про малый бизнес, что в целом экономическая политика провальная. Мы за пятилетку пришли к новому кризису серьезному. И вроде чтобы сейчас как-то смягчить его последствия, вот давайте мы самоустранимся, мы вроде как либералами будем. А вот пускай на места... Не про государство, а про правительство. Наше правительство, оно очень много делает в стиле мартышка и очки. То есть они знают, что где-то кто-то там хорошо поддерживает малые предприятия. Поэтому говорить о том, что у нас в антикризисной программе поддержка малых предприятий, это вот правильно, и они про это говорят. А любой практик, он же просто понимает, вот в строчке программы, вот в строчке стоит полтора триллиона банкам, это понятно. А если к этому добавили еще 15% в ключевую ставку, значит из банков ни в какой реальный сектор, а тем более малым предприятиям ничего никогда не дойдет, а пойдет все на спекулятивные операции, на раскачивание нашей национальной валюты. То есть это больше пиар, а больше пропагандующих? Безусловно. Но в части, в целом, понимание, что не может малый бизнес решать все проблемы страны, это тоже чистая правда. Все современные экономики, они смешаны. Но надо понимать, что и в этой части наши макродолдоны, они просто плохо понимают, что вот рыночную-то составляющую, та, которая несмещенность развития экономики обеспечивает, обеспечивают именно малые предприятия. Никакие не олигархи, никакие не крупные компании, которые могут и в казенном режиме спокойно работать, а именно малый бизнес. Но структурные изменения, как я понимаю, предварение сырьевой зависимости возлагает на плохую семью. Еще раз, вот если структурные изменения подразумевают структуру собственности, то 50% примерно должно быть малых предприятий, а остальные 50% это крупные корпорации, государственная собственность, ну и так далее. Евгений Анатольевич, ну вот смотрите, если верить официальным данным и Росстата, и Всемирного банка, и МВФ, то в принципе в мире в среднем на долю малого и среднего бизнеса приходится по крупнейшим экономикам Европа, Америка, Япония, Германия, Великобритания, ну где-то по разным оценкам там около 55-60% добавленной стоимости. По рабочим местам доходит до 75-80%, по налоговым платежам тоже больше 60%. В России ситуация противоположна. Доля в инвестициях малого и среднего бизнеса, особенно малого, там около 5-7%, то есть по большому счету структурные преобразования они провести не могут, потому что просто-напросто нет для этого денег. Плюс ко всему увеличивается налоговое бремя. В доле от ВВП, их доля в России, ну не больше 20-23% по занятости, даже, ну примерно сопоставимые масштабы. Вот почему за четверть века якобы рыночных реформ, якобы перехода там от директивно-плановой экономики к такой рыночной свободно-либеральной, почему у нас до сих пор нету мощного класса вот именно частных предпринимателей, не связанных с бюджетными потоками, не связанных с распилом госденег? Ну все очень просто. Дело в том, что этот класс на самом деле за всеми декларациями никому в России не нужен, потому что как только основную долю ВВП будут производить достаточно некрупные, мелкие, средние предприятия, мелкие, средние предприниматели, они будут влиять и на политику в стране. А вот этого как раз никто не хочет допустить, потому что управлять олигархами намного легче в ручном режиме, чем миллионам крепких частных собственников, которые сами могут за себя постоять и которые знают, что на самом деле нужно делать. Я могу просто пример привести в сельском хозяйстве. У нас очень много, что говорится о поддержке фермеров. Фермеры это вот как раз те самые малые предприятия, которые могли бы там за год увеличить два раза производство сельхозпродукции. Но вот если мы посмотрим данные института экономики сельского хозяйства, то объем субсидий в агрохолдингах, государственных субсидий, составляет больше 10%. В средних хозяйствах только 3%. А фермеры в их доходе объем субсидий составляет всего лишь 1%. И это вот просто пример, он касается всех других отраслей. То есть государство страдает у нас гигантоманией и олигархией. И вот те неолибералы, те экономисты, которые сейчас находятся у власти, их в принципе при всех декларациях о том, что надо развивать малый, как мантру они произносят, надо развивать малый бизнес, надо повышать конкуренцию. На самом деле фактически решения принимаются обратно. Здесь я абсолютно с коллегами... Тогда вопрос на засыпку, а почему постоянно о малом и среднем бизнесе последние 5 лет говорят? Надо не говорить, надо делать. Надо делать. А делается как раз обратно. Если мы действительно посмотрим вот тот антикризисный план, который есть, то есть какой же это план поддержки малого и среднего бизнеса? Это план поддержки 5 крупнейших государственных банков. Вот и все. Надо все называть своими словами. А если бы... Это план поддержки финансовой олигархии. Да, если бы государство сказало, мы освобождаем полностью от всех платежей малый бизнес, работайте, создавайте продукции, ребята, импортозамещение, вот вам поддержка экспорта, шуруйте вперед на экспорт. Вот это была бы реальная поддержка. Вы считаете, что все-таки субъекты малого и среднего бизнеса, они бы могли решить какие-то текущие социальные проблемы, не допустив роста безработицы на рынке, могли бы действительно увеличить занятость в экономике, новые рабочие места. Они это способны сделать, вы считаете? Я второй пример приведу. Уже сельхозмашстроение предприятия, которое входит в нашу ассоциацию. Вот у нас 55 производителей объединяются в ассоциации. Одно среднее предприятие, это Росельмаш. И остальные 54 это мелкие предприятия с небольшим оборотом, с небольшим количеством, но их много этих предприятий, они разбросаны по всей территории Российской Федерации. И мало того, что они сами разрабатывают, производят и делают одни из лучших в мире сельхозяйственных машин на сегодняшний момент, они содержат рабочие места и платят налоги. И платят кредиты. Если посмотреть, сколько сейчас наши заводы платят налогов, сколько платят кредитов, и какие там льготы мы видим со стороны государства, даже вот ожидаемые, там вот эти субсидии процентных ставок, но это ничто. Василий Георгиевич, вот давайте с вами поговорим о таком вопросе. В принципе, малый и средний бизнес, понятное дело, что играет большую роль в западных экономиках, но тем не менее, если мы посмотрим, то все-таки экономики западного типа, да и китайско-японской, это экономики так называемого вертикально интегрированного капитала, по большому счету. Ну, скажем, в целом, в мировой ВВП примерно 35% добавленной стоимости, это именно крупнейшие ТНК. Больше 55% всей мировой торговли тоже это трассы, национальные корпорации, вертикально интегрированные. Больше 80% прямых иностранных инвестиций это тоже ТНК. 95% всех патентов, технологий и неокров финансируются и владеются тоже ТНК. То есть, в принципе, малый и средний бизнес решают какие-то низовые, простые, самые-таки базовые нужды и потребности государства, в том числе занятость и социальную стабильность. Но в большинстве случаев все-таки, но в большинстве случаев зациклен именно на крупные компании, госкорпораз, либо частные компании. Как здесь найти баланс нам, с точки зрения наших перспектив? Дело в том, что у нас баланс давно найден. Наша экономика такая же, по сути, по участию малого бизнеса в экономической деятельности, как экономика, скажем, Европейского Союза или Японии или США. У нас большая часть малых предприятий выступают агентами крупных предприятий. Я не имею в виду сельскохозяйственный блок, здесь как раз гораздо меньше ситуации. Но если мы говорим о городе и посмотрим на торговлю, торговлю одеждой, торговлю продовольствием, то мы увидим, что они продают то, что создано в основном либо крупными компаниями, либо продано им крупными компаниями. Но не российскими, тонка, самоубийство, а китайскими. Нет, есть российскими тоже компаниями. Они могут перекупать продукцию у российских крупных поставщиков, завышать цену и продавать. И это нормально с точки зрения того, что так есть во многих странах. Другое дело, что в условиях кризиса этот блок несет колоссальные потери. Потому что здесь не только занято много людей, но они заняты наименее эффективным образом. По разным оценкам в российской экономике от 25 до 40% это вот эта вся торговля вот этими фабрикатами в малом бизнесе. Торговля продукцией, произведенными большими компаниями или проданными большими компаниями, когда она все это собрала. Поэтому получается, что люди, когда они начинают экономить, они пойдут в супермаркет. Они не пойдут в маленькие магазины, маленькие лавочки. И, собственно говоря, политика идет уже год. И поэтому для малого торгового бизнеса времена наступают очень тяжелые. Василий Георгиевич, ну вы меня можете поправить. Но смотрите, одно дело, когда десятки, сотни и миллионы компаний, скажем, в Америке обслуживают интересы Apple, Dell Computers, Cisco Systems, Soloket, Martin, Boeing. Это одно дело. Они создают реальную добавленную стоимость в сфере хай-тек. В России у нас тысячи, десятки тысяч компаний, которые обслуживают Роснефть, РЖД, фирмы Однодневки, по выводу капитала, по легализации криминальных доходов, по обслуживанию бюджетных потоков. То есть у нас немножко разная структура этого малого бизнеса. Все-таки, наверное, средний бизнес. И, кстати говоря, вот вы спрашивали коллег о том, а зачем государство сейчас говорит про поддержку малого бизнеса. Дело в том, что у нас смешивают малых предпринимателей и самозанятых. И наша социальная система, она устроена таким образом, что в ответ на рост безработицы, в ответ на проблемы у людей, государство им ничего практически не предлагает. Где хорошие пособия для безработных, где для них новые рабочие места в плане правительства. Честно говоря, я их там не вижу. Может быть, там что-то и прописано, но в реальности мы, скорее всего, это не видим. 60 миллиардов рублей на региональные программы поддержки рынка труда. Предполагается, что люди должны большей частью решать проблемы сами. Им предложат некий проект самозанятости. Это будет гордо названо малым предпринимательством. То есть что-то чинить, что-то один человек, один сам где-то продавать, может быть, на улице. Вот это вот якобы у нас будет рассвет малых предпринимателей. Государство уходит, снимает с себя социальную ответственность. При этом государство, конечно, не проявляет никакой реальной заботы о малых предпринимателях. И вообще не сторонник какой-то заботы специальной о малых предпринимателях. Я считаю, что просто дают не надо, и все. Должны быть дешевые кредиты, должны быть нормальные условия для работы без налоговой удавки. Равные условия для всех. Равные условия для всех. Если быть честным, в экономике, конечно, в значительной мере малые предприниматели, они созданы для того, чтобы разоряться. Они большей части должны разоряться. Они разоряются всю историю капитализма. Это нормально. Крупные компании разоряются гораздо реже. Иван Дмитриевич, у нас же есть отличия в структуре, даже занятости в сфере среднего малого бизнеса. У нас действительно практически 80% по обороту всех субъектов малого предпринимательства. Это розничная торговля, это оптовая торговля, ресторанно-гостиничный комплекс, это туризм. Тех, кто занимается реальным сектором экономики, реальной добавленной стоимостью, развитием хай-тека, их там единицы, и они практически выжимаются импортом из Китая, из Европы, из Америки. В Европе и США по-другому не могут. Я согласюсь, коллеги. С самого начала, если есть спрос на наше сырье, дерево и все остальное, порядка триллиона долларов в год. Вот по факту прикинуть, сколько спроса мирового на наше сырье. Примерно триллион долларов в год. И есть спрос на наше знание, через военную технику и так далее, порядка 10 миллиардов. То есть 100 раз больше сырьевой спрос. Дальше вложения в хай-тек, они рискованнее в 10-100 раз, чем вложения в дырку в земле. Которые известно, из Советского Союза получили еще все карты давным-давно, и 3D, и какие хочешь карты. 100% почти нерискованные вложения, все известно. Откуда тогда инвестиции пойдут естественным образом? Там где ренда, без вернохода. Тысячу раз больше их пойдет в сырье. Плюс чиновники действительно объективно не заинтересованы. Потому что сидеть на трубе и ничего не делать, это намного проще, чем там так или иначе разбираться с 20 миллионами или 15, там 10-15 миллионов должно быть малых предприятий. Попробуй потом действительно отрегулируй, чтобы они тебя не снесли, если ты налоги начинаешь повышать. Соответственно, это чиновничество сырьевой экономики, которое всегда будет объективно душить малые предприятия. А кто тогда останется среди них? Да просто кто на обслуге. Потому что в сырьевой стране, которая так образуется, кто нужен? Нужны люди, которые добывают нефть, которые сидят на трубе эти чиновники. Дальше армия, полиция и частично медицина платная и так далее, которые их обслуживают. И тот, кто им там ногти, ну и все остальное чистит и так далее. То есть это прямое следствие того, что страна пошла в сырьевом направлении абсолютно естественным образом. Без перераспределения в пользу наемких отраслей, в том числе и малых. Этого никогда не сделаешь. Никогда на чисто макроэкономической стабилизации такая страна не может нормально себя диверсифицировать. Андрей Иванович, давайте еще немножко поговорим о том, разница в том, как работает малый бизнес в России и в Америке, и в Европе, и в Китае, и в Японии. Все-таки какова должна быть роль государства в современном мире в условиях финансовой глобализации, в условиях усиления противостояния между крупнейшими экономиками, регионализацией? Во-первых, я бы хотел сказать, что я не вполне согласен с тем, что малому бизнесу надо предоставить равные условия, и это будет вполне достаточно. У малого бизнеса есть свои объективные слабости. И одна из них это неспособность к крупной концентрации капитальных вложений. Поэтому для малого бизнеса всегда нужны какие-то поддерживающие структуры, связанные и с кредитованием, и с выходом, скажем, на внешний рынок и так далее. И на Западе такого рода поддерживающие структуры, которые оказывают консультационные услуги, бухгалтерские услуги, разного рода консорциумы, связанные со внешней торговлей, различного рода кооперативные объединения, они существуют для того, чтобы поддержать малый бизнес. Я думаю, что и нашему малому бизнесу это бы помогло. Он сам может их создать? Может, да. Но сам создать, на самом деле, на самом деле, сам создать, это процесс очень медленный и тяжелый. Этому процессу надо помогать. Второе, что я хотел бы сказать. Тут уже говорилось о том, что на Западе малый бизнес это в основном шлейф вокруг крупных высокотехнологичных компаний. Подряды, субподряды, обслуживания. Да, совершенно верно. Жесткая конкуренция по созданию. Совершенно верно. У нас, к сожалению, действительно, в силу сырьевой ориентации экономики, малый бизнес сосредоточен в основном в сфере услуг торговли. Где маржа побольше. И это проблема не только малого бизнеса, но и крупного. В крупном бизнесе у нас же похожая структура. Проблема заключается в том, что у нас капитал распределяется в соответствии со сложившейся макроэкономической ситуацией. Там, где производство более рентабельное, туда он идет. А где у нас более рентабельное? Это сырьевой бизнес, это добыча топлива, это отрасли с быстрым оборотом капитала. То есть торговля и сфера услуг. Там ресторанно-гостиничный бизнес, торговля недвижимостью и так далее. Вот туда капитал идет. В промышленности у нас рентабельность гораздо ниже. В обрабатывающей промышленности, соответственно, еще ниже. И постоянно падает. Да, в высокотехнологичных производствах она очень низкая. Производство некоторых видов высокотехнологичной продукции у нас вообще убыточное. И естественно, никакие капиталы туда не идут. Сразу возникает вопрос, как изменить эту ситуацию? Без предоставления льгот по налогам и кредиту здесь не обойтись. Возможно и без прямого государственного финансирования. Но такая активная промышленная политика, которая основана на создании целевых программ, которые четко ставят определенные задачи по изменению структуры экономики, выделение под эти целевые программы специальных налоговых и кредитных преференций, и плюс к этому в каких-то точках и прямого государственного бюджетного финансирования, плюс со строгой ответственностью и со строгим мониторингом исполнения этих программ, без этого нам действительно структурный переворот не совершить. Вот это структурный переворот, а роль государственной должна быть какова? В первую очередь государство должно определить достаточно внятную стратегию. Чего нет, я так понимаю? Да, чего до сих пор нет. Должны быть поставлены определенные, вполне конкретные цели, чего мы хотим добиться, что и в каком направлении мы хотим изменить. И стратегия это не только определение целей, это еще и определение средств. Должно быть четко прописано, что государство меняет в нашей системе для того, чтобы эти цели достигались. К сожалению, вот такой ясной стратегической программы мы до сих пор от государства не имеем. Спасибо. Евгений Анатольевич, вы согласны с тем, что действительно, вот две точки зрения. Первое, пускай государство от нас отстанет, пускай чиновники уедут на ПМЖ в Монако, либо в Монте-Карло, никогда в Россию не возвращаются, мы сами разберемся. Вторая позиция, все-таки государство должно быть вменяемым, адекватным. А на самом деле эти позиции совместимы. Они совместимы вполне себе, да. Пускай государство исполняет свои конституционные обязанности, пускай оно будет проводить такую же стимулирующую политику, как, скажем, в Японии, в Китае, где-нибудь в Америке, в других странах. И пускай оно действительно даст какие-то приоритеты, направления, и поможет, скажем, реальному сектору, сельхозпроизводителям, производителям сельхозтехники в этом направлении работать и развиваться. Конечно, государство должно проводить активную политику. И дело не в том, что хотим мы этого или не хотим, а дело в том, что у нас, наша страна, это не замкнутая территория. Если бы наша страна была сейчас закрыта, огорожена железным занавесом, тогда действительно достаточно было сказать так, все, государство выходит, никому не мешает, люди сами все нормализуют, организуют. Но мы живем во внешней среде, экономика все больше становится глобальной, конкуренция резко возрастает. Кроме развитых стран Европы, США, есть менее развитые страны, которые сейчас стоят на ноги, с товарами которых мы тоже сейчас конкурируем. Бразилия, Китай, Индия, высокотехнологичная Япония, застрявшая немножко в своем развитии на 10 лет. Но вопрос в том, что сейчас вот эта конкуренция местных производителей, она становится возможной только если есть поддержка государства. То есть уже не столько сами производители конкурируют друг с другом, сколько страны конкурируют мерами государственной поддержки. Посмотрите, что сделало США. Вот откуда вот этот рост США взял? Он откуда взялся? Потому что американцы стали больше работать или меньше есть? Нет. Она произошла от того, что просто проводилась политика количественного смещения, смягчение, доллар перестал раздавался, деньги сбрасывали с вертолета. Принуждение к инвестициям. Естественно. То есть появились бесплатные дешевые деньги, это привело к тому, что пошли инвестиции, инвестиции породили, соответственно, производственный бум, производственный бум породил рост ВВП. Это я к чему? Что сейчас государство хочет, но этого нет, но оказывает самое сильное влияние. Если государство бездействует, оно тоже оказывает влияние, только отрицательное. А у нас и бездействует, так еще и усугубляет все эти кризисы административными барьерами, монополизмом и коррупцией, так понимаю. У нас, к сожалению, сейчас 20 лет уже, и сейчас до сих пор, несмотря на кризис, политику определяют те самые неолиберальные экономисты, которые слушают детские советы из какой-то считалочки западные и пытаются проводить эксперименты здесь, в России. То есть у государства должна быть активная, четко внятная позиция и должен создавать определенные локомотивы роста в направлении магистрального движения? Абсолютно верно, да. То есть инструментов-то достаточно много у государства. Это первое, это налоговая политика. Первым делом, когда останавливается рост, рост производства, когда перестает растет ВВП, государство автоматически снижает налоги. И благо у нас сейчас, у страны есть возможность и налоги снизить, и социальные обязательства выполнять, но это никто не хочет делать. Василий Георгиевич, сейчас вы прокомментируете, я вижу, хотите сказать. И вдогонку вопрос, вот как найти баланс между государственными интересами, обществом, субъектами малого и среднего бизнеса и государственным сектором в экономике? Та программа антикризисная, где упоминается о малом бизнесе, она, к сожалению, программа такая, ну не только инерционная, но и реагирующая на некие частные проявления. Вот растет безработица, давайте мы дадим денег на борьбу с безработицей. Вот у нас у малых предпринимателей проблемы, ну давайте мы выделим 50 миллиардов рублей на какие-то спецпрограммы, там переобучение малых предпринимателей, чтобы адаптировать их к новым условиям. И так далее, и тому подобное. В действительности, конечно, нужно действовать совершенно по-другому. Вот мы в рамках кафедры политической экономии Российского экономического университета, мы предложили антикризисный план государству за два года построить 4 миллиона домов. То есть выкупить и построить 4 миллиона квартир, дать их россиянам по 2-3 процента, при условии, что при постройке новых объектов не будет использоваться ничего импортного. Без денег Сбербанк решили оставить и посредников? Ну, абсолютно. И при этом не допустить роста цен. То есть такую систему, чтобы и цены не выросли. И это бы что дало для малого бизнеса? То есть я понимаю, что есть мультипликативный эффект для всей экономики. Но дело в том, что у нас очень большой сегмент рынка, связанного со строительством и ремонтами, был отдан малому бизнесу. Кто занимается ремонтами и отделкой помещений? Огромное количество малых и средних компаний. Это плохо, вы считаете? Это результат того, что крупные компании строили и брезговали заниматься отделкой. Они говорили, ну, это совсем не рентабельно для нас. Мы и так далее, и тому подобное. Но вот такая программа, она моментально даст работу большому количеству этих компаний, предприятий маленьких, которые действительно могут, действительно создают какой-то конечный продукт. И таких же в этом направлении, направлении, связанном с реальным сектором, с вмешательством государства в экономику, даже вот таким образом, образом специальных целевых программ, можно обеспечивать малому бизнесу, рабочими места и вывлекать его в выходе. Я вас понял, ближе к вопросу о том, как сделать так, чтобы малый и средний бизнес действительно занимались не просто торгово-посредническими операциями. Для этого нужна совершенно другая экономическая модель. Для этого необходима другая таможенная политика. Нужны заградительные таможенные пошлины, необходим дешевый кредит. Необходимо, вот я вот пример этой антикризисной модели привел. Но дело в том, что этот план, он может вызвать долговременный рост только при одном условии. Если он будет подкреплен другой экономической политикой, другой таможенной политикой и другим кредитом, и, собственно говоря, другой политикой государства в отношении социальной сферы. И плюс к этому, если в этот план не будут допущены коррупционные схемы. Конечно, конечно, коррупционные схемы. А там, где госденьги, всегда коррупция. Проклятие России, к сожалению. Но, так вот, малый бизнес сам по себе ничего не вытянет. Он не пойдет туда, где низкая рентабельность, высокие риски, где длительные сроки оборудования. Он не создаст спроса в современной экономике. А именно создание спроса, базового потребительского спроса, это та ключевая задача, без решения которой мы не можем рассчитывать на выход из кризиса. Поэтому мы через три месяца будем проводить, скорее всего, печальные итоги этого плана антикризисного. Иван Дмитриевич, давайте вот этот же вопрос, как сделать так, чтобы деньги предпринимателей, инициативных людей шли не только в торговлю, в торговую посредническую сферу и торговали не только с потребами из Китая, но и действительно, скажем, обслуживали интересы промышленного, индустриального капитала, стимулируя эту самую обещанную индустриализацию, новые и прочие замечательные вещи. Для начала надо все малые предприятия, потому что сейчас действительно рабочих мест будет меньше, правительство 600 тысяч собирается там скинуть рабочих мест в короткие сроки. Следовательно, надо как минимум, чтобы они все выжили сегодня. И строительные, вот коллега про строительные говорил, совершенно правильно. У нас дома нуждаются в капремонте, у нас инфраструктура нуждается в капремонте. Масса готовых малых предприятий займутся этим. Значит, следовательно, для начала все глупые решения надо отменить. Вот было глупое решение взять и устроить этот налог на недвижимость. Социальный налог избыточный, который ввели им, там загнулась куча предприятий, надо отменить. Торговую пошлину, которую сейчас ввели, надо ее мораторию. Налоговый маневр. Дальше, но налоговый маневр это вообще вреднейшая вещь. Это просто надо, чтобы избиратель наш знал, что это единая Россия вместе с нынешним правительством провели вот такую штуку, которая заключается в том, что отменили таможенную пошлину. Это значит деньги, которые брали с германцев и поляков в пользу нашей страны прямо в бюджет в долларах, заменили деньгами, которые будут браться с граждан нашей страны в самом начале. Это значит цены на бензин пойдут расти, потому что как с гражданами? То есть через налог на добычу полезную поступают? Конечно, они сразу пойдут цены на бензин. А дальше она, прибыль компаний уменьшается, потому что в самом низу налог. Прибыль региональных бюджетов уменьшается на 200 миллиардов, потому что они от налога на прибыль жили. Федеральный бюджет теряет 800 миллиардов, потому что брали в долларах и они на рубли умножались. А теперь будут брать в рублях по старому кучу. Со своего населения и бизнеса, и предпринимателей. Совершенно верно, но это вреднейшая вещь, которую надо немедленно отменять. Потому что все в стране теряют, выигрывают кто-то из западных друзей наших. Постоянно из уст Дворковича, Шуваловых, Набиурных, Силуановых, Хуликаевых одна и та же фраза. Государство неэффективный собственник, государство не понимает, как развивается мировая экономика. Нам нужно уйти, пускай частная инициатива все растает по местам, как невидимая рука рынка. Вопрос. Если нам нужно менять структуру экономики, ворваться из сырьевой зависимости и проклятия, что должно делать сегодня государство, формируя новые направления развития? Все имеют в собственности государственную массу. Соединенные штаты около 30%, железно управляемые. Вот посмотрите, как они госсобственности управляют. А Германия около 50%. Россия, поскольку страна тяжелая, я думаю, что у нас должна быть ближе к Германии. Можно говорить, почему доля госсобственности? Вовсе никакая не нулевая. У них разные задачи. А госсобственность решает стратегические задачи. Совершенно правильно коллеги говорили, что страна, которая хочет прорваться в будущее, она анализирует свои естественные преимущества. Ну с чего начинается битва? Я говорю, вот здесь у меня есть естественные преимущества. Где они кроме ТЭКа, где мы должны создавать добавленную стоимость, высокую? И где они есть, с вашей точки зрения? У нас, слава богу, наука осталась приличной и хорошо образованной народой. Судостроение, автомобилестроение, сельхозмашиностроение. На мой взгляд, наука и хорошо образованный народ. Второе, атомная наша сфера, ракетостроение, авиационное строение, но это же немалый бизнес будет делать. Это значит, надо сейчас иметь ясные целевые программы, в том числе и с налоговыми преференциями, которые действительно решают эту проблему. С Китаем договариваться, потому что самолеты широкофизеляжные, одной России просто они не нужны в таких объемах. Андрей Иванович, давайте, может быть, немножко короткий, буквально, экспорт с прошлого. Вспомним политику НЭПа, да? В 20-х году, вторую половину. Ведь, в принципе, многие говорят, вот НЭП – это спасение для России. Сказать, что там нету позитивного опыта и здравого зерна, тоже не можно. Действительно, было оживление экономического роста, был рост инвестиций. Отчасти, кстати говоря, в том числе на деньги зарубежные, не российские, не советские того времени. Но мы же прекрасно понимаем, что это оживление шло за счет таких, как раз, сферы услуг, сферы, значит, легкой текстильной промышленности. То есть там, где высокое и быстрое… Мелкого производства еще. Мелкое производство, мелкотоварное производство, где очень быстро оборачивается капитал. То есть по товарной группе «Б» более-менее рост был, а вот товарная группа «А», так называемые средства производства, машины, станки, оборудование, то, что является основой вот этой новой индустриализации, мы тогда это не смогли производить через НЭП. Вот сегодня баланс между новым НЭПом, условно говоря, и новой индустриализацией, форсированной, не форсированной, где он находится? Тогда у нас ситуация была в значительной степени катастрофическая. Катастрофическая потому, что достаточно очевидно, в среднесрочном плане прогнозировались крайне высокие риски, внешних угроз. А сейчас их нету, что ли? Они есть, но тогда наша ситуация была гораздо хуже. Мы тогда были полностью изолированы внешнеполитически. И против нас могла собраться коалиция, с которой мы бы, очевидно, не справлялись. Поэтому форсированная индустриализация тогда была у нас императивом выживания. Отсюда те крайности, которые там тогда происходили в значительной степени. Сейчас у нас такой катастрофической ситуации нет. Мы не изолированы полностью. И я думаю, что нам надо, конечно, использовать не только наш собственный опыт НЭПа, но обратиться и к опыту тех стран, которые проводили глубокие структурные преобразования. Скажем, французская планификация 50-70-х годов, японские программы, Южная Корея, и, естественно, наш собственный опыт НЭПа. Ведь НЭП это не была какая-то просто вот такая вот полурыночная, полугосударственная экономика и все. Там тоже действовали целевые стратегические программы. Например, план государственной электрификации России. Это же не просто был план создания электрических станций. Он же был увязан с развитием промышленности. Там делались крупные капиталовложения и в развитие машиностроения, и в развитие металлургической промышленности, и в развитие электротехнической промышленности, хай-тек того времени. То есть это, в общем, наряду с, так сказать, вот с этой рыночной стихией, там существовали и государственные целевые программы. Они работали. И экономический рост был довольно большой. Даже после окончания восстановительного периода. Мы знаем, что было позитивного в этом опыте, мы знаем, что там было негативного. Мы можем этих ошибок избежать и попытаться провести нашу структурную перестройку достаточно рациональным, эффективным образом. Дело в том, что власти не хотят проводить такую структурную перестройку. Я это вижу больше того. Они надеются на то, что все будет как было. Что как вот цены на нефть через некоторое время опять вырастут, и мы будем жить как нулевые. Год назад слова структурная политика вообще считались неприличными в правительстве. Это сейчас про них что-то, про правительственную политику заговорили? Кризис, конечно. А еще год назад это считалось неприличным. Евгений Анатольевич, но давайте, вот ваше слово, как человек от реального сектора экономики, кто видит, как работают не только рестораны, гостиничные, комплексы в Москве, сфера услуг, но и реальное производство. Вот с вашей точки зрения сегодня политика, какая она должна быть, какие должны быть первоочередные меры? Первое, нужно снять главу центрального банка, поставить другого человека и снизить ключевую ставку до 2%. Потому что можно делать все, что угодно, поддерживать малый бизнес, снижать налоги, давать субсидии, но если банковская система изымает из экономики деньги, не дает ее, а изымает из экономики деньги, то никакая экономика в этих условиях работать не может. Это ключевая вещь, ключевая ставка, это ключевая вещь, это первое. Второе, это же, конечно, кардинальное снижение налогов с несырьевого сектора, обнуление практически налогов. То есть, да, какие-то налоги должны платиться, но не должны платиться социальные налоги, как у нас сейчас налоги, зарплаты, равны сумме зарплаты. То есть, мы 1 рубль платим работнику и еще 1 рубль мы платим налогов. Причем эти налоги потом где-то растворяются. Третье, это снижение цен на сырье и материалы внутри России. Это правильный пример с налоговым маневром. То есть, не должны быть наши российские, наш российский бензин в США стоит в полтора раза дешевле, ну, стоил при том курсе, чем у нас в России. Не должно быть такого. То есть, должны быть высокие достаточно пошлины на вывозы сырья, на вывоз материалов с низким переделом. Для того, чтобы внутренние цены были ниже и появились стимулы из этого создавать производство, создавать товары с добавленной стоимостью, развивать высокие технологии. И четвертое, что нужно делать, это, конечно же, нужно поддержать экспорт. Потому что очень здорово, если мы полностью насытим свой рынок своими собственными товарами, но, опять же, в мировой экономике этого недостаточно. Для того, чтобы развиваться, нужно конкурировать с ведущими мировыми компаниями и нужно продавать свои товары на экспорт не меньше, чем ты их продаешь на внутреннем рынке. Уважаемые гости, предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий. На что государство должно сделать ставку сегодня и сейчас для вывода России из экономического кризиса и рецессии? Ну, 1% это на топливно-энергетический комплекс. 1% на системообразующие банки. 2% считает, что на частный бизнес и торговлю. 96% на поддержку реального сектора экономики, на активную стимулирующую промышленную, структурную политику и сельское хозяйство. Василий Георгиевич, ваш рецепт, ваш ответ, на что делать ставку? Знаете, Владислав, если бы здесь был хотя бы один либерал, он бы сказал, ну и кто все это будет делать? Главный вопрос. У нас разногласий немного. Вы что думаете, либеральный кабинет будет этим всем заниматься? Какой смысл говорить, казалось бы, в таких конкретных вещах, если мы точно знаем, что кабинет министров, ну, либеральный, по крайней мере, экономический блок, не будет этого делать? Нужно быть готовыми к тому, что такая экономическая политика, и либералы, кстати говоря, об этом говорят, вызовет довольно жесткую реакцию со стороны США и Европейского Союза. И нужно понимать, что как только мы будем выходить из ВТО, как только мы будем развивать собственное производство, создавать реальные стимулы для малых, средних предпринимателей, повышать внутренний спрос, мы столкнемся с такой жесткой линией против нас направленной, что, может быть, ситуация 20-х годов нам не покажется такой уж далекой, нереально тяжелой по сравнению с нашим нынешним положением. Поэтому те маневры, которые сейчас делаются нашими властями по поводу того, как замириться с Западом, это связано с тем, что никто не хочет проводить такую экономическую политику. Что есть ожидание того, что мировые цены на нефть поднимутся через некоторое время. Делаются эти прогнозы, честно говоря, и в компаниях, где говорят, что через месяц, через полтора будет уже 75 долларов за баррель, потом будет, может быть, небольшое падение, потом рост. То есть такие прогнозы есть. И самая главная проблема, мы не прошли пока испытанием временем. Чтобы нормальный, хороший рецепт для развития экономики начал воплощаться в жизнь, больному должно стать очень плохо. Андрей Иванович, вот смотрите, мировая экономика развивается с опорой на доминирование глобального крупного капитала. Это экономика ТНК по большому счету вертикально интегрированная. Нам предлагают сегодня, как говорится, шашки наголо, забрало открытый, без штанов, рвануть с фермерами, с малым и средним бизнесом, с какими-то там местными региональными аграми, конкурировать с Европой, с Китаем, с Америкой, где субсидии на поддержку того же аграрного комплекса в 40 раз больше в расчете на 1 гектар. Вот у меня вопрос. Мы можем с опорой только на малый и средний бизнес, не говорим про частный в целом, а конкурировать с экономикой ТНК, глобальных монополий, глобальных корпораций, которые контролируют практически все ключевые технологии, как нам здесь создать в России вертикально интегрированные корпорации, не только нефтяные, типа там Сургутнефтегаза, Роснефть и кого угодно, но и в области промышленности, высоких технологий, переработки сырья и прочего. Опыт тех стран, которые стремились занять сколько-нибудь сильные позиции на мировом рынке высоких технологий, при этом этих позиций на начальной фазе не имея, говорит о том, что все это делалось исключительно при государственной поддержке. Скажем, если мы посмотрим на опыт скандинавских стран, они создавали крупные высокотехнологичные компании специально с целью выхода на мировой рынок и поддерживали эти компании. Что мешает провести такую политику нам? Ну, помимо того, что у нас существуют вполне известные проблемы, связанные и с ставкой рефинансирования Центрального банка, и с коррупцией в правительстве, и с плохим контролем за расходованием бюджетных средств, есть еще одна проблема, достаточно объективная, которая заставляет наше правительство оглядываться на западных партнеров. Это то, что мы вползли в ситуацию, в которой мы критически зависим от технологического импорта из-за рубежа. Фактически более 80% станков и оборудования мы ввозим с запада. Либо комплектующие, либо узлы, агрегаты. Либо комплектующие, да, совершенно верно. Некоторые химикаты и так далее. Но вот в этой области, именно в станках и оборудовании, мы очень сильно зависим. И здесь меры должны предприниматься, я бы сказал, очень решительные. Глубина проблемы требует очень жестких решений. Потому что если мы просто будем оглядываться на то, что западные партнеры нас не поймут и перекроют нам технологический кран, то мы в этой ситуации так навсегда и останемся. Мы будем зависимой полупериферийной страной. Эту проблему надо решать. И решать ее надо очень быстро. И решать ее всерьез. Но сегодня вот в это глобальном противостоянии с американским капиталом, крупным японским, китайским, кстати говоря, тоже сильно вертикально интегрированным, на МИШ, чтобы ее поставить, кроме как Роснефть и Газпром замечательные. Понимаете, без нефтяных и газовых денег мы, конечно, долгое время еще обойтись не сможем. Но эти деньги должны быть использованы на то, чтобы изменить структуру нашей экономики. Должны быть созданы финансовые каналы, по которым эти деньги будут перераспределяться на рост высокотехнологичного производства. Без такого маневра никаких перспектив у нашей экономики нет. Евгений Анатольевич, вот как представитель именно реального сектора экономики, как промышленного капитала так называемого, вот сегодня можно ли этими разрозненным российским капиталом, не структурированным, сильно зависящим от западных денег, от западных офшорных юрисдикций, потому что кредиты берутся за рубежом в западных банках, а там нужны, как говорится, англосаксонская правовая система и залоги за рубежом, чтобы находились. А в условиях зависимости от технологий в том числе противостоять, сегодня это жесткая конкуренция, которая будет только обостряться. Один лишь курс рубля упавший может спасти вас? Когда в ноябре произошла вот эта резкая девальвация, абсолютно верно тоже, и мы на это неоднократно указывали правительству, что если взять и посчитать курс доллара, какой он должен быть соразмерной инфляцией, начиная с 1998 года, то сейчас спокойно курс доллара был бы 80-85 рублей, и никого бы это не тревожило. Совершенно верно, реально эффективный курс. Поэтому реально за счет укрепления рубля нас постоянно демотивировали развивать производство. То есть вот наши производители что делали? То есть так как покупать комплектующие в России становилось с каждым годом все невыгоднее и невыгоднее, мы свои заказы начинали размещать в Европе, в Китае, в Индии. То есть мы вместо индустриализации своими же руками проводили деиндустриализацию, потому что к этому нас толкала экономическая ситуация. В ноябре все резко повернулось, все встало на свои места. И у нас появился очень большой оптимизм. Он появился у нас, у машиностроителей, он появился у аграриев, он появился практически во всей стране. Но это продолжалось недолго, ровно до решения, ночного решения по повышению... Дай мне не сполочь в Центробанке и веке перекрыли. Когда кратик, собственно, как развитие, был полностью перекрыт. Вот и все. Минут 5 назад мы говорили, а есть ли нам что предложить, кроме нефти и газа? Ну, могу пример привести, что вот зерноуборочные комбайны российского производства сейчас продаются в США, Канаде, в Европейском Союзе, причем не только в наших старых дружеских странах, в восточных соседях, но и во Франции, в Германии. И таких товаров, на самом деле, очень много. А если сделать реальный и хороший экономический стимул, мы, наверное, любыми товарами, заключением бананом, сможем завалить весь мир. Уважаемый гость, ну и в конце, буквально последний вопрос каждому из вас. Антикризисную программу, если бы вы сейчас могли предложить, вот буквально по пунктам, вот с учетом того, что уже было сказано, что нужно было бы буквально сейчас экстренно и можно было бы сделать. Оставаясь вполне в русле либеральной экономической политики и поддерживая ставку рефинансирования Центрального банка выше уровня инфляции, можно было бы одновременно с этим ввести в действие специальные кредитные инструменты для финансирования реального сектора экономики по другим ставкам. И это позволило бы, с одной стороны, избежать выхода на рынок больших объемов спекулятивного капитала, которые могут возникнуть за счет низкой ставки рефинансирования, и в то же время позволить финансировать реальный сектор. К сожалению, об этом почему-то никто не думает. Хотя такие вещи в практике мировой экономики делались. Я вот с этим как раз не согласен. Я думаю, что в коррумпированной стране две ставки, эта штука практически нереализирует. В коррумпированной стране согласен. Мы, к сожалению, имеем коррумпированную страну, коррумпированную правительство. Следовательно, на мой взгляд, первое, это весь набор глупостей в короткие сроки устранить. Из них устранимые реальные, это снижение ключевой ставки. Дальше отмена налогового маневра. И некоторые для малого бизнеса налоги, против которых все будут бороться. Против того же налога на недвижимость массово будет борьба идти в стране. В части того, что для большой экономики, для стратегии, на мой взгляд, надо быстро определять ключевые отрасли. Но ТЭК, как источник доходов, он быстро должен, ну, реальные программы импортозамещения. Не басни, не рассказы, а вот прямо поэлементно. Для того, чтобы эти все преобразования делать, про которые мы сегодня очень много говорили, нужны кадровые решения. То есть должны из ключевых постов, должны уйти те люди, которые 20 лет вели нашу страну и привели не туда. Это должен осознать президент. Если он такие решения примет и кадры поменяются, тогда уже мы можем обсуждать, спорить, вести дискуссии о том, как настроить вот эти меры, про которые мы говорим. А без ключевых решений, без кадровых решений это все пустые слова. А что касается антикризисного плана, очень много у нас говорят про кредит. Я, честно говоря, хотел бы обратить внимание не на кредиты, а на то, что необходимо создать растущий внутренний рынок, внутренний спрос. И государство должно создавать покупателей. Государство должно отвечать за экономический рост и отвечать за расширение спроса. И поэтому оно должно позаботиться о том, чтобы рабочая неделя была, я думаю, сокращена. И чтобы мы перешли к кенецианской формуле, зачем нанимать двух, если можно нанять трех, компенсировав издержки высокими таможенными пошлинами. Меньше работать в кризис предлагаете, в смысле? Не теряя в заработной плате, уменьшить продолжительность рабочего дня у людей на рабочем месте. И стараться делать так, чтобы государство... Образмеваетесь. Это не частичная занятость. Речь идет о том, что просто продолжительность рабочего дня должна быть уменьшена. Люди когда-то жили недалеко от работы и ходили 5-10 минут до работы. Сейчас они добираются час, полтора, два часа и работают по 8, по 9 и по 10 часов. Так вот, другие элементы. Другие элементы касаются, конечно, выхода из ВТО, о чем мы говорили. И, собственно, замещение импорта за счет крупных государственных инвестиционных программ. И государство, как маяк, показывает, куда мы идем и чего мы хотим. Это стратегия. Государство должно осуществлять рыночное планирование. Самое главное – это планировать рыночные... Не просто угадывать как-то, предсказывать, а действительно планировать рыночные показатели. И создавать условия для того, чтобы экономика росла. Это не избавит нас от кризисов, но это, по крайней мере, обеспечит нам рост экономики. Еще очень важный момент – расширять рынок территориально. Нам не нужны сейчас в Таможенном союзе африканские страны. Необходимо, чтобы Евразийский союз включил в себя как можно больше восточноевропейских стран. Это значит прямая конфронтация с Западом. Пока что мы идем к этому конфликту. Нужно понимать, что мы будем осуществлять антикризисную политику в условиях довольно жесткого конфликта в международном плане. С этим я согласен. Я хочу поддержать точку зрения, что нам необходимо расширение внутреннего спроса. Необходимо повышение уровня покупательной способности населения. И одновременно с этим государство должно озаботиться и созданием спроса на высокотехнологичную продукцию. У нас это, к сожалению, очень больное место. У нас нет внутреннего спроса на высокие технологии. Собственное машиностроение восстанавливает его. Совершенно верно. Нам надо создать этот спрос. Нам надо создать стимулы для того, чтобы бизнес предъявлял спрос на новые технологии. Уважаемые гости, к сожалению, время нашей программы не резинового. Мы еще не раз соберемся в этой студии, обсудим, что и как происходит, и в каком состоянии будем находиться через месяц, два, через квартал. Но по поводу спроса на технологии, это все замечательно. Но у нас обычно рецепт очень простой. А давайте-ка поднимем тарифы на газ, электроэнергию, на воду. Пускай бизнес и население как-то сэкономят. Или давайте еще больше подзажмем финансовый вентиль. Пускай крутится, пускай будет более транспарентный. Рыночный занимается в Китае, либо в Европе и в Америке. Но, к сожалению, действительно, про малый и средний бизнес разговоров все больше и больше. Результатов все меньше и меньше. 650 тысяч индивидуальных предпринимателей закрылись только за последний год и 8 месяцев. Судя по всему, тенденции это самое продолжатся. Да, действительно, нам дали дешевый рубль, нам не дали дешевого кредита, нам не дали сохранение покупательной способности россиян, нам не дали нормальной тарифной политики, нетарифных мер ограничения, импорта и притока продукции из Латинской Америки, Африи, из Азиатского региона. Поэтому, к огромному сожалению, малый и средний бизнес, он и съеживается, как шагриневая кожа вслед за российской экономикой, ну и, ко всему прочему, остается очень узко специализированным на те ниши, где либо высокая дача на капитал, либо где высокая оборачиваемость этого самого оборотного и прочего капитала, ну либо обслуживает бюджетные потоки в виде разного рода фирм, жен и детей чиновников. Поэтому задачи остаются теми же самыми, безусловно, преодоление деиндустриализации, доларизации, дезинтеграции. Ну а способны ли нынешние правительства на решение этих проблем? Я думаю, что каждый из наших телезрителей прекрасно понимает сам и готовы, может сделать вывод. Большое спасибо, что были сегодня в нашей студии. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова